У нас перед коротким перерывом последний доклад. Изабелла Александрова Хрупунова, Институт зеркологии, расскажет про эндоскопы. В свое время меня ругала, и совершенно правильно. И теперь есть, в принципе, я даже с радостью воспринимаю то, что... Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня мое сообщение будет посвящено вопросам организации противоэпидемического режима в эндоскопическом отделении. То, что эндоскопическое отделение является одним из самых рисковых отделений по возможности возникновения СМП, ни у кого не вызывает сомнений. Потому что применяется именно эндоскопическое оборудование, как фактор передачи инфекции. То есть второе звено эпидемического процесса – это эндоскопическое оборудование и это моющие-дезинфицирующие машины. Возбудители, передаваемые с эндоскопическим оборудованием – это вирусы, прежде всего, вирусы трансмиссивных инфекций, гепатит B, C, ВИЧ. Это вирусы, вызывающие острые кишечные инфекции, ротовирус, норовирус, астровирус, прочие вирусы. Бактерии, возбудители острых кишечных инфекций и в первую очередь сальмонелла, хеликобактер пилори, вызывающий гастриты, язва желудка и, конечно, возбудитель туберкулеза. Основные документы, которые регламентируют противопедемический режим в эндоскопическом отделении – это санитарные правила, вышедшие в 2015 году, профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах и более подробный документ, методические указания 2017 года, обеспечение эпидемиологической безопасности, нестерильных эндоскопических вмешательств на желудочно-кишечном тракте и дыхательных путях. В качестве дополнительных документов, которые можно рекомендовать, это сравнительно молодые документы, методические рекомендации от 2016 года, использование перчаток для профилактики СМП в медицинских организациях, и сегодня его упоминали. И совсем новый документ, методические указания, разработанные нашим институтом, оценка чувствительности к дезинфицирующим средствам микроорганизмов, циркулирующих в медицинских организациях. Пути и механизмы передачи инфекции, конечно, прежде всего артифициальный механизм, то есть искусственное заражение в результате медицинской манипуляции, и активизируются естественные механизмы передачи воздушно-полевой, водной и контактной. Типы инфицирования при эндоскопических манипуляциях. Имеют место эндогенные инфицирования, оно составляет 5%, но все же, когда инфекционное начало из одного локуса в другое передается с помощью оборудования, из рутоглотки в бронхе, например, это бактериальная транслокация при давлении на слизистую эндоскопом и дистанционная среда, вводимая жидкость или газ для расширения полого органа. Основной тип инфицирования экзогенный, он составляет 95%, это фактор передачи эндоскопа, инструменты к нему, это вода и лекарственные средства, контаминированные возбудителем, и моющие-дезинфицирующие машины. Факторы, способствующие экзогенному инфицированию. Один из основных – недостаточное количество эндоскопов. Необходимое количество эндоскопов в условиях конкретного медицинской организации определяется рабочей нагрузкой, временем эндоскопического вмешательства и временем полного цикла обработки эндоскопа. На основании этого можно предложить достаточно простую формулу, где H – количество эндоскопов определенного вида, которое необходимо нам для работы в отделении. А – время обработки эндоскопа определенной модели. Б – время вмешательства выполняемого эндоскопом данной модели. Н – планируемое число вмешательств данной моделью эндоскопов. Вот это произведение, все произведение делится на продолжительность рабочей смены в минутах. Таким образом, мы получаем какое же количество эндоскопов определенного вида нам необходимо в отделении. Ручная или механизированная обработка эндоскопов. Здесь тоже вопросов не вызывает. Конечно, ручная обработка должна уходить из отделения. За рубежом вообще не принята ручная обработка, только механизированная. При ручной обработке наш пациент зависит полностью от человеческого фактора, то есть от квалификации сотрудников, от добросовестности сотрудников. Сама технология ручной обработки трудоемка, многоступенчата, что часто приводит к отказу от очистки каналов щетками, что ведет к неэффективной дезинфекции высокого уровня. И частое нарушение несоблюдения экспозиции обработки. Что касается механизированной обработки, то здесь все процессы валидизированы, стандартизированный процесс обработки, автоматический контроль параметров, в том числе экспозиции, высокая надежность цикла, снижение риска повреждения эндоскопа, облегчение работы медицинского персонала и исключение пресловутого человеческого фактора. Особенности обработки эндоскопов Необходимо строго следовать рабочей инструкции или инструкции производителя для эндоскопов определенной марки. Применять только те методы и средства, которые указаны в этих инструкциях, иначе мы рискуем повредить само оборудование. Оборудование, дорогостоящее оборудование, может быстро выйти из строя. Вот вам примеры употребления несанкционированных дезинфицирующих средств, когда портится эндоскопическое оборудование. Для ДВУ эндоскопов применяются растворы альдегид-содержащих кислород активных и некоторых хлорсодержащих средств спороцидной активности. Для стерилизации гибких эндоскопов применяются газовые и плазменные методы и также растворы альдегид-содержащих кислород активных и некоторых хлорсодержащих средств спороцидной концентрации. если речь идет о химической стерилизации, запрещается использовать для стерилизации эндоскопов и инструментов к ним озоновые стерилизаторы и пароформалиновые камеры. Для ДВУ эндоскопов используют растворы химических средств со следующим содержанием действующего вещества. Это глютаровый альдегид с концентрацией не менее 2%, ортофталевый альдегид не менее 0,55%, 6% перекись водорода, надуктусная кислота в концентрации не менее 0,2%, во избежание разбавления рабочих растворов, в том числе используемых многократно, погружаемые в них изделия должны быть сухими. Не применяя для ДВУ и стерилизации, специально привожу этот слайд, потому что некоторые недобросовестные производители дезинфицирующих средств в своих рекомендациях, инструкциях указывают эти средства, а они на самом деле не применяются, они не действуют. Это средства на основе катионных поверхностно-активных веществ, то есть КПАВА. Это четвертичные аммоневые соединения, гуанидины, третичные амины, фенолы и спирты. Почему не применяются? Потому что они не обладают спарацидной активностью. Кодирование эндоскопов. Каждому эндоскопу присваивается индивидуальный код, состоящий не менее чем из трех цифр. И код указывается в трех основных документах. В журнале регистрации исследований в кабинете эндоскопии, в журнале контроля обработки эндоскопов и в протоколе эндоскопического исследования или в журнале записи оперативных вмешательств в стационаре. Для чего нам нужно кодирование? Нам необходимо кодирование при расследовании эпидситуации и расследовании случаев, когда эндоскопы могут быть фактором передачи инфекции. У нас были примеры эпидемических очагов при расследовании гепатита B и также при расследовании очага сальмонеллеза с помощью генномодифицированных методов. Мы выявляли, что все, что мы выделяли от пациентов и то, что было выделено из эндоскопа, представляло собой один и тот же эпидемический пульс-электротип. Организация и проведение противоэпидемического режима. Все начинается опять же с документов. В структурных подразделениях руководителям, распоряжениям или приказам определяются лица, ответственные за организацию и проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе за контролем качества обработки эндоскопического оборудования. Качество внутреннего контроля, качество обработки эндоскопов, разработка СОП. Да, сейчас мы попробовали внести этот пункт в новый актуализированный проект Санпина, то есть ввести СОП как стандартную операционную процедуру, которому обучается персонал. Любая эпидзначимая процедура, в принципе, может быть оформлена в виде СОПа или в виде локального нормативного акта. Самое главное – обучить этому стандарту медицинский персонал и проводить регулярные тренинги по его выполнению. Здесь это стандарт, никаких отступлений не должно быть, потому что мелочей в этом деле не нет. За все расплачивается персонал. Итак, периодичность контроля старшей медсестры или тому лицу, которому будет поручено контролировать некоторые вопросы, контролируется качество очистки эндоскопов с использованием тестов и концентрация действующего вещества в рабочих растворах ДВУ с использованием химических индикаторов. Все это оформляется в определенном журнале. Его форма регламентирована. Далее контролируется, вернее, сначала обучается персонал, а потом контролируются вопросы правила обработки рук, использование нестерильных или стерильных перчаток, использование других средств индивидуальной защиты. Контролю подлежат также вопросы владения персоналом техническими приемами при отвращении образования микробных аэрозолей при очистке эндоскопов, процедуры безопасного обращения с колючо-режущими инструментами, а также обращения с медицинскими отходами. Контроль за выявлением и учетом ИСМП, связанным с эндоскопическим вмешательством. Вот это, в общем-то, прерогатива госпитального эпидемиолога, который ведет контроль за полнотой выявления, учета и регистрации случаев ИСМП, расследует данные случаи, информирует администрацию и органы ВНР о случаях инфицирования пациентов, предположительно связанных с эндоскопическим вмешательством, и контролирует введение журнала формы 60 улеч, где этот случай должен быть зарегистрирован. Микробиологический контроль качества обработки эндоскопов. Микробиологический контроль каждого эндоскопа ежеквартальный, и моющий-зенфицирующий машины два раза в год. Микробиологическому контролю подвергается эндоскоп в пяти точках, или эндоскопическое оборудование. Это вводимая часть, блок управления, клапаны и гнезда клапанов, порты и биопсийный канал. Просасывают 20 мл стерильной жидкости. Критерием эффективности ДВУ является отсутствие роста бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилокока, синегнойной палочки, плесневых и дрожжевых грибов, а также других условно-патогенных микроорганизмов. Показатель общей микробной обсемененности исследуемых каналов при этом должен быть не более 100 мл. Заболевание персонала. Как уже говорилось, персонал представляет группу риска. Не только пациенты, но и персонал. Чем болеет персонал? Парентеральные гепатиты, туберкулез, грипп, ОРЗ. Также имеются эксклюзивные случаи, как, например, описан случай заражения менингококковой инфекцией врача-эндоскописта при обследовании ребенка, больного менингитом. Он заболел менингококковой инфекцией, при этом меры индивидуальной защиты не соблюдались, респиратора не было, защитных очков не было, что имеет значение, вы видите, и врач заболел. Заболеваемость медицинского персонала парентеральными вирусными гепатитами. Отмечено 4,5% в структуре заболеваемости ПВГ случаев выявленных парентеральных гепатитов на медицинский персонал эндоскопических отделений. Данный факт является косвенным признаком риска инфицирования при эндоскопических вмешательствах не только пациентов, но и медицинского персонала. Защита персонала. Безусловно, прививки в соответствии с национальным календарем прививок, о котором сегодня уже много говорили. Обеспечение средствами индивидуальной защиты – водонепроницаемые фартуки, нарукавники, очки или щитки, маски или респираторы, одноразовые перчатки. И смена спецодежды для отделений внутрипросветной эндоскопии два раза в неделю и ежедневно в хирургических отделениях. Для предупреждения травм от инструментов к эндоскопам с колючо-режущими поверхностями используются контейнеры с перфорированными вкладками, используется механизированный способ обработки эндоскопов, ультразвуковые очистители, запрещается использовать инъекционные иглы для забора патологического материала из бранши биопсийных щипцов, потому что при этом возможны травмы. И в заключении, все вышеизложенное повышает значение и важность правильной организации профилактической работы в отделении эндоскопии, а также, что очень важно, готовность всего персонала к тщательному соблюдению правил противоэпидемического режима. Соблюдение противоэпидемического режима, эффективная система обучения и контроля, а также слаженность и осознанность работы персонала позволит свести к минимуму заражение СМП в эндоскопических отделениях. Благодарю за внимание.